Всем огромный привет! Сегодня пришло время показать мне мои продвижения в моей Мандали Butterfly Lace by Shuttlein. И, как вы видите, я вышла уже, дошла я, в общем, до рамки такой считаю, серединка у меня вышита и осталось, в принципе, ну, в принципе, этой серединкой была такая самая, скажем так, заполненная, тут вот вообще полная зашивка и бисером, и нитками, и кристаллами. Вот эти цветочки, они вышивались DMSI с шелком. В принципе, вот эта вот рамка. Дальше уже идут, как видите, я приступила к бабочке, вензеля, и после этих вензелей уже внешний бордер, внешняя рамка Мандала закончена. Ну, как бы, я знала, что она не займет много времени, я знала, что, как бы, предвидела, что я не буду вышивать ее год и два и три, но я не ожидала, что настолько быстро она у меня пойдет, и прям вот как-то вот села, остановиться не могла, и уже, когда вышила я вот эту рамку, надо было бы, как бы, все, сказать стоп, это хорошее такое продвижение, чтобы показать вам. Но я думаю, ну, хоть пару пяти тинок. В общем, бабочка у меня вышилась, и уже, чтобы вышивать другие бабочки, относительно, ну, как бы, вензелей, мне надо было вышить, уже, как бы, я начала вышивать вензеля, то есть, я буду вышивать вот все, что на этом участке, прилагающиеся к ним бабочки, до внешней границы, ну, то есть, до рамки. Рамку буду уже вышивать, а потом всю, когда все будет вокруг вышито. Ну и давайте поговорим о том, что же встретилось мне в середине. Я сейчас приближу камеру, и мы начнем с середины. Тут вот, как до сих пор стоит мой, вот этот вот, Маргаритка. Она пришита у меня здесь ниточкой. Прихвачена, скажем так. Я думала, что она будет прихвачена, как бы, пока я не получу ниточку Юли, вот этой ниткой, PB57. Но, когда я вышивала ее в день 100 Патрика, мне привиделось, что вот эта ниточка, я так в четырех местах ее, да, прихватила. Она разделила эту ромашку на четырехлистный клевер. И так я это оставлю. Мне это понравилось. Так, может быть, вот так вот. Видно вам? Видите? Получается четырехлистный клевер. Ну и так это я оставлю. Везде я сделала уже бэкстич, везде я пришила бисер. Единственное, что я пропустила вот здесь вот шовчики. Я, наверное, пока не буду их вышивать. Я хочу, возможно, пришить здесь биконусы. Потом в конце я уже посмотрю, какого цвета мне здесь захочется. Так, дальше. Вот здесь вот. Дальше. Вот здесь вот пропущено четыре места. Здесь в схеме была непонятка. То есть, допустим, вот эти вот биконусы были обозначены буковкой С маленькой. Здесь буковка С большая. Я начала смотреть по аршивам девочек в группе. Есть такая группа на фейсбуке Butterfly Lace Sal. Это Stitch Along. Ну, как бы, вышиваем вместе. Совместный, ну, как можно сказать, проект. Все, кто вышивает эту мандалу, подсоединяются в эту группу и, как бы, ну, общаются, смотрят отшивы друг друга и, в общем, помогают друг другу. И фотки скидывают, и всякие примечания, и разные всякие, как бы, проблемы решают вместе, да? Ну и многие вышивали такими же биконусами вот этими места. Но для биконусов четко пропущено четыре клеточки. То есть, два на два. А здесь пропущено три на два. Я зашла на официальную страницу. Там есть несколько фоток отшивы этой мандалы. И увидела, что там, как бы, такая интересная фотография. Она, как бы, полулеша, можно сказать. Ну, интересно так сфоткано. И там пришиты голубые какие-то крупные круглые стразы. Я, в общем, заинтересовалась этим, что же это за стразы. Нигде я не смогла найти отшива в группе девочек, кто бы использовал эти стразы. Ну и я пошла в гугл их искать. И что же я нашла? Я нашла, что должны пришиваться здесь вот такие вот круглые 6-миллиметровые круглые рандель. Ну, как бы, стразы. Бусины с напылением AB. Цвет... Цвет не помню, но я вам подпишу. Обязательно я в инфобоксе оставлю название этих страз. Божик, не помню. Лайт, чего-то там, сапфайр? Нет, не сапфайр. Не помню, в общем, голубой нежный цвет. И как раз вот мне нужно их сколько? Четыре. Ну, вот у меня здесь шесть штук. Шесть штук я заказала. Буду уже пришивать их точно, так как они крупные, такие, прозрачные достаточно. Вот через пару дней я ожидаю посылочку там, где будет ниточка Юли от Сточинка. И я их обязательно сюда уже пришью, пока здесь пропущенное место. Далее. Вот здесь, вы видите, пропущенное место. Здесь должны быть ниточки DMC, ну, по крестику. Но я пока решила не вышивать такие одиночки. Может быть, по бисеринке пришью, какие останутся. Ну, смысл вот крестик ставить. Бисеринка будет смотреться, я думаю, красивее. Так, далее. Далее пришила я здесь бисер уже весь. И пришила я стеклярус. Короче, не получилось у меня снять видео про стеклярус, но я вам расскажу. Сейчас я быстренько приближу. И расскажу, как Мартина его предлагает вышивать. Она, в общем, говорит, что старайтесь распределить этот стеклярус как можно, как сказать, равномернее. И я тут перешивала, я высчитывала, чтобы у меня все от краешка до краешка, с расстояния было одинаково. Везде здесь в уголках. И к чему я пришла? Вот видите, у меня каждая вот эта вот стеклярусинка, она занимает две клеточки. То есть вы вышиваете ее две, через две. Но начинаете ее не от начала креста, а съезжая здесь на одну клеточку. Получается, здесь вот, отсюда съезжаете тоже на одно переплетение. Не на одну клеточку, а на одно переплетение. Здесь тоже на одно переплетение. Здесь на одно переплетение. Здесь на одно переплетение. Здесь на одно переплетение. Тогда оно все вот так вот выглядит достаточно равномерно, посмотрите, и заканчивается, тоже не доходя одного переплетения. И вышивается две, ну как бы два крестика через два крестика. Это получается равномерно и красиво. Дальше я подвергла изменениям гибискусы. Гибискусы, Женя, вроде? Ну да. Здесь все вышито по ключу ниточками DMC. В каждом цветке, по-моему, около семи или восьми цветов DMC. Вышивается буквально по две, по три ниточки. То есть, если у вас не полные мотки, это абсолютно как бы не значит, что вам не хватит. Всего хватит, ну буквально по одной вот, а вы как отрезаете пасмочку, да, вот ее хватит абсолютно на один цветочек. То есть, тут два цвета вообще используются только в бэкстиче, да. Здесь вот про сами цветы, вот когда делается этот бэк ступенчатый, вот здесь вот в лепесточках, вот здесь его видно, вот здесь его видно, вот здесь его видно. Она предлагает выбирать из тех цветов, которые предназначены для конкретного цветка, самый темный цвет. И вот здесь вот я выбирала, нет, вот здесь я выбирала самый темный цвет, его было видно, вот здесь самый темный цвет его было видно, вот здесь самого темного цвета не было видно. Поэтому я взяла, просто открыла DMC и такого темно-синего цвета, который еще темнее на пару тонов, вот вышло, чтобы было видно. И здесь я тоже взяла абсолютно отличный цвет от того, что было. Вот, допустим, этот темный я попробовала. Тоже его не... Ну, в общем, некрасиво оно смотрелось, так что я взяла просто вот наугад еще темнее, чем оно должно было быть. Здесь у меня вылезла какая-то ниточка снаружи. Надо будет взять иголку Snack. По гибискусам еще хотела сказать, что вот здесь вот листва. Вот два. Листва вышивается шелком и есть два цвета DMC. Вот такой вот нежно-голубой вот тут его видно, да? И вот этот вот желтенький это тот же самый цвет, что в желтом цветочке, здесь крестики сверху вышиваются. Это все вышивается в одну нить полукрестом в разные направления, то есть здесь сюда, а здесь сюда. Все на схеме там понятно указано, в какую сторону вышивать, но когда я шелком начала вышивать это дело в одну ниточку, мне показалось как-то ну шелк он и так в одну нить, он тоньше, чем ниточка DMC и мне показалось, что как-то жидко, я не знаю. И я перешила в две. В общем, вместо одной ниточки у меня здесь все в две и мне кажется, так намного ярче, больше пространство как-то выглядит заполненным. Мне очень это понравилось. Здесь вот беконусы я пришила, здесь я сейчас смотрю на видео, забыла, но я здесь еще не пришивала бисер и не делала бэкстич вот здесь вот вокруг каждого шовчика. Я уже буду это все делать, когда буду, ну как бы, обшивать бисером. Здесь вот я сделала такие вот джессики, не знаю, насколько они у меня правильно получились, в общем, старалась по схеме, но и делала так, чтобы они мне нравились. Они такие, как пупырышки, такие прикольные. Внизу вот тут вот сделала, по бокам еще не делала, так как там будут прилегать бабочки и там где-то снаружи, не везде они будут вышиваться. Вот здесь, например, цветочка синего не будет, потому что здесь будет крыло бабочки. В общем, оставила я это пока на потом. Вот, вот эти шовчики вышивались в три нити. Они такие же практически, как и эти. Родотский стежок. Но здесь вместо трех я заменила и вышила двумя ниточками. Здесь я оставила в три, так как, ну, шовчик больше и, как бы, он тогда лучше смотрится, не плоский, а более объемный. Вот здесь это как раз таки уместно, чем здесь. Ну, на мой личный взгляд. Вот этот вот бэк, здесь вот вышивался он в одну ниточку, господи, шелковую. А здесь такие же самые элементы вышивались вот этой вот ниточкой. Сейчас я вам покажу ее. Это Эдмар Айрис. И я вам скажу, я намочилась. Я намочилась перематывать эти нитки на бобинки. Вот еще у меня здесь такой цвет есть. Таких вот две. И я замочилась ими вышивать. То есть, в одну ниточку берешь и вышиваешь. Видите, как она? Она очень красиво скручена. То есть, она переливается и лоснится. Здесь спору в этом нет, конечно же. Но! Есть одно огромное просто но все остальные плюсы, которые перья, перья, перья. В общем, перекрывает. Ей очень неудобно вышивать. Я не знаю, как из нее девочки крутят. Ну, как бы она для бразильской вышивки, да? И, ну, в основном, да? Как вот Лена мне говорила. Если я ничего не перепутала, конечно, в своей голове. Но я так поняла, что эти ниточки и эта компания вроде как производит для бразильской вышивки наборы. И там же крутятся всякие такие лепесточки, цветочки, фентифлюшки всякие. А тут просто как бы бэк в одну ниточку. Ну, Яна мучила, девчонки, ужасно. То есть ты... Мало того, что бэк в каждую клеточку, то есть ты не можешь делать длинную протяжку. Тебе надо, допустим, на три крестика. Тебе надо в каждый крестик все равно это сделать, да, бэк. Так еще, помимо этого, что ты, когда стараешься сделать уже второй стежок, первый расслабляется. То есть надо постоянно эту нитку подтягивать. Она очень скользкая, но она эффектно выглядит на вышивке. Конечно же, я потом в конце вставлю близкие кадры этой, ну, мандалы. Все, что у меня получилось, чтобы посмотреть. Но скажу, что она, в общем, дала мне тут дрозда, эта нитка. Вот. Я поэтому, ну, как бы не стало, что вот я сейчас здесь вышиваю, я только этот край вышью, там вот мне пока тянуться тяжело, нет. Я эту мандалу переворачивала, то есть если мне здесь тянуться тяжело, я ее переворачиваю, потому что и здесь я тоже переворачивала, я ее вообще прямо ставила себе на колени, опирала на станок и вышивала, чтобы только было удобно. В принципе, как бы посерединке все. В конце, наверное, работы я подготовлю такой, как отчет, о том, какие нитки все-таки можно заменить конкретно на этой мандали, на DMC, чтобы не покупать такое большое количество шелка. Есть у меня кое-какие выводы сделанные, например, даже основываясь на этой серединке. Здесь кое-что... Вообще, в принципе, вот эту серединку ее можно вышить в DMC, так как здесь очень часто и такие смены нитей, она полная зашивка, оно не будет терять своего, ну, как бы, шарма, да, если здесь не будет шелка, потому что здесь минимальные переходы именно вот покраски нитки. Ну, вот шовчики, допустим, да, оно вышивается одной нитью, и здесь видно уже вот этот вот переход, да, вот эта окрашенность. Ну, здесь я тоже уже, как бы, могу сказать, что и листики можно заменить. Вот. Дальше. Перейдем же к моей долгожданной бабочке. Первую вот эту бабочку я вышила петитом. Она одна из наименьших, но просто я почему-то начала с нее очень близко здесь было посчитать, чтобы не ошибиться, да, так как ничего вот этого вышито не было. И я начала именно вот с бабочки. Решила вышивать петитом в две нитки, чем крестом в одну, просто потому что, наверное, так привычней, и все-таки петитом в два раза быстрее, чем крестик, не знаю. Плюс, ну, не знаю, в общем, вот так мне вышилась. Вышилась она буквально минут за сорок. По крайней мере, в этой бабочке я не вижу, не нашла я ни одиночек, ни каких-то сложностей, ни каких-то ничего такого нету. То есть, вот я взяла, например, темно-коричневый цвет, и я вот по всей бабочке петитики вот эти вот понаставила. Они так получаются, что и протяжек длинных нет, ну, как-то вот оно все логично. Потом черный цвет взяла так же сама. Пока не делала бэкстич, потому что здесь усики заходят на вышивку, и мне надо сначала вокруг, вот я хочу вышить эти вензеля, чтобы сделать уже бэк на ней. Ну, как-то вот так вот. Здесь над ней еще будет тоже большая бабочка, поэтому вот я буду работать над вензелями сначала, а потом уже к ним, к этим вензелям привязывать бабочки, потому что мне кажется, что... Упс! Если вы... Вы это же, конечно, слышали, да? У меня птеродактор прилетел. Вот. Она без меня не может, поэтому мне надо обязательно сейчас лезть на штатив. лезть на штатив. Жакоша. Сиди. Вот. Ну, я уже заканчиваю, в общем, видео. Жакоша. Все, забыла, что говорила с этой птицей. Короче, закончу я на том, что буду работать я над вензельками, наверное, вот на вот этой нижней, четвертой части мандалы. то есть... Ну, я не знаю, как вот снимать. Прямо снимать по таким маленьким участкам или уже тогда показать, когда у меня все вензеля с бабочками будут закончены. Или все вензеля без бабочек. В общем, напишите мне. Плюс напишите мне еще, чтобы вы хотели такого... Ну, помандали. Мне просили снять закрепление нитки, я просто не сняла, потому что не было у меня такого момента, чтобы показать наглядно. Здесь ко всему можно прицепиться, то есть закреплять нормальным способом. А меня именно просили в одну ниточку как закрепить без петельки. Вот если нету вокруг пустое пространство, не к чему прицепиться. Есть у меня такой вариант. Плюс попросили снять видео о том, как склеить схему в PDF. Я вот тоже думаю, как же так снять видео, не засветив много схемы. В общем, сниму. Я, наверное, вот в одном, потому что там видео не очень будет долго, что там две минуты, да. Но у меня Mac... Хотя, мне кажется, Macbook, не Macbook, система должна быть одна и та же. PDF-то, ну, как бы Acrobat Reader, он же один и для Mac, и для Windows. Вот. Ну, еще, если у меня встретятся, естественно, какие-то шовчики или что-то интересненькое, я обязательно буду снимать. Может быть, вам интересно было бы вышиваемый болтайм, именно если я буду вышивать эту работу, болтать, вам бы хотелось это в процессе посмотреть. Ползет на штатив моя птица. Прям ползет, сейчас в кадр попадет, а я им, я когда мандала моя близко, я им не разрешаю здесь, чтобы духу птичьего их рядом не было, поэтому начинает трястись кадр. Девчонки, со всеми я вами прощаюсь, всех вас люблю, всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok